По области в разы увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности детей, если быть точнее, то в три раза. В этом году 18 случаев против шести прошлогодних. С чем связан рост половых преступлений, попытались объяснить на брифинге в региональной службе коммуникаций. Свои коррективы, по оценке специалистов, внесла пандемия. Если раньше дети посещали школы, то ныне у них много свободного времени дома из-за онлайн-обучения. А недосмотр со стороны взрослых может привести к фатальному. Ведь большинство случаев сексуальных преступлений против несовершеннолетних происходит именно в родных стенах, в узком семейном кругу. Оставшись под присмотром двоюродных братьев или отчимов, дети, по сути, предоставлены сами себе. И преступники подлечены родни, этим, к сожалению, пользуются. Впрочем, помимо половых преступлений, происходят и другие. Например, недавний случай, произошедший в поселке Диркул, когда ребенка ударило током. Представители полиции и сферы образования настоятельно рекомендуют больше уделять времени детям. Прошу вас, родители, смотреть круг ваших детей, в каких сайтах ваши дети зарегистрированы, с кем общаются, в каких даже, вот есть у нас онлайн-игры, да, в каких играх. Вот у меня был такой случай, сосед говорит, что ребенок украл дома большую сумму денег. А оказывается, ребенок крал сумму для того, чтобы купить в онлайн-игре аккаунт игры, чтобы была мощнее игра, чтобы было оружие мощнее. И вот у нас дети крадут денег своих родителей.